Внимание! В данном видео автор высказывает свое мнение, которое может не зайти с вашим. Данный топ состоит из мобильных телефонов, которые продаются во всех странах СНГ. Всем привет! С вами я Алексей, вы находитесь на моем канале. И сегодня я бы хотел сделать такой топ 5 телефонов кнопочных до 40 долларов в уходящем 2018 году. Влазил я по ютубе, смотрел много видео, везде топы сенсорных лопат, там до 100 долларов, до 200 долларов. О кнопочных телефонах походу уже все забыли, поэтому я решил сделать такой топ 5 телефонов на свое мнение, которыми я пользовался и которые есть во всех странах СНГ. Ну что ж, поехали! Итак, 5 и 4 место у нас занимают кнопочные телефоны фирмы Fly, а именно модели FF179 и FF180. Различия у них только в крышках задних и немножко дизайн спереди. В принципе, одинаковые телефоны, дизайн у них хорош, мне понравился. Вот мне очень понравился, многие за это его ругают, но мне этот минус понравился, я его для себя считаю как плюс, это то, что разъем 3,5 мм находится сбоку у него. Так, телефон крепко собран, не люфтит, не скрипит, сеть ловит хорошо, даже работает интернет, флешка, mp3 плеер, блютуз, все в нем есть. Советую его к покупке, ну если вас не пугает размер экрана в 1,8 дюйма. Третье место, Nokia 105 2017. Отличный телефон с хорошим качеством сборки, с хорошим приемом сети, но почему третье место, потому что на него сильно завышен ценник, и за такие деньги можно купить тоже хорошего качества, с неплохими функциями, какой-то китаец. Плюс у него из минусов то, что один динамик, и слышно все всем. В четвертое и третье место у флайев тоже один динамик, но там уже как бы и громкость нормальная, и не так слышно всем. Поэтому только третье место. Второе место, Prestigio Muse A1. Хороший телефон, с хорошей диагональю экрана, в принципе функционал у него хороший, качество сборки тоже. У моих знакомых некоторых есть этот телефон, никто на него не жалуется, работает отлично. Всем рекомендую его к покупке. И диагональ экрана не такая уж маленькая у него, и дизайн такой более прикольный. Так что всем советую его к покупке. Ну и давайте же перейдем к первому месту моего топа. Ну и первое место, конечно же, Nokia. А именно Nokia 150. Хороший кнопочный телефон, за свои деньги. Правда, это самый дорогой телефон из нашего топа. На серии S30+. У многих моих знакомых и друзей этот телефон есть. Но никто не жалуется ни на что. Качество сборки у него отличное, много функций. Ну и, конечно же, бренд Nokia, который мы все так любим. Ну, лично я люблю, не знаю, как вы. Ну что ж, на этом будем на что бы заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на мой канал, ставим лайки. Если это видео наберет 3 лайка, я сниму топ телефонов от 40 до 100 долларов. Всем удачи и всем пока.